Семейная преемственность в криминальной среде не приветствуется, однако такие случаи отнюдь нередки. Рафик родился в 1982-м в Массалы, небольшом городке Азербайджана. С другим авторитетом Мемедом Гусейновым его связывали дальние родственные отношения, и свои первые шаги на почве криминала он совершал под его покровительством. Но это длилось совсем недолго. В 2011-м Гусейнов умер и Рафик стал пробиваться в одиночку. Долго и Вазов не раздумывал и вошел в состав группировки Надиры Салифова. Встретили его там доброжелательно, тем более, что и сам Лотугури является азербайджанцем. Рафику вручили общак и обязанность по контролю над поступлением в него средств. Все шло хорошо, пока в один прекрасный день Лотугури не доложили, что его земляк тратит общаковские финансы на свои нужды. Внезапная ревизия показала внушительную дыру размером с 200 тысяч долларов. Внятно объяснить, куда были потрачены деньги, и Вазов так и не смог. Он поругался с главным азербайджанским вором в законе и ушел из группировки, намереваясь создать свою собственную. Для достижения цели ему не хватало только одного – воровской короны. И тогда Рафик подружился с соратниками Рафшана Джаниева – Рафшана Ленкаранского. Особо хорошие отношения у него сложились с Годжей, и в 2013-м состоялось долгожданное для Айвазова событие. Алибала инициировал принятие его в воровскую семью, и многие из его сторонников признали Айвазова вором. Есть мнение, что в обмен на корону перед ним поставили задачу – оказаться в заключении, где распространить слух о том, что Салифов больше не является вором. Чем Айвазов и занялся, попавшись азербайджанскому патрулю с наркотиками и оружием. Его осудили и отправили за решетку, где авторитет стал распускать слухи о недостойном поведении, вора в законе Лоту Гули. В ответ Салифов написал прогон о том, что Айвазов – гад, распространяющий ложные сведения среди арестантов. Но основная месть состоялась, когда Рафик вышел на свободу. Он приехал в Стамбул на встречу со своим другом. Но на выходе из ресторана их перехватили люди Салифова. Они вывезли обоих за город и сильно избили. Войдя в раж один из боевиков, Даша отрезал Айвазову ухо. Отрезанную часть тела авторитету пришили хирурги, а он в свою очередь затаился. В 2017 между его людьми и боевиками Салифова в Баку произошла перестрелка. В том же году один из нападавших на Айвазова в Стамбуле был застрелен, а позже еще один из карателей Лоту Гули, участвовавший в том нападении. На этом перестрелки закончились, и неприятели взялись за политические интриги. В настоящее время Айвазов активно заманивает на свою сторону других авторитетов, настроенных против Салифова, пока напряжение между авторитетами только нарастает.